Похвала египетским мученикам! Благословен Бог! И из Египта мученики, и из богоборного и безумнейшего Египта. Откуда безбожные уста, откуда богохульные языки? Из Египта мученики, и не в Египте только, и не в ближайшей и соседней стране, но и повсюду во вселенной. Как при урожае земных произведений, жители городов, видя, что плодородие превышает потребности обитателей, отсылает и в иностранные города, чтобы показать и собственное дружелюбие, и вместе при избытке в этом легче приобрести себя от них то, в чем сами имеют нужду. Так поступили и египтяне с подвижниками благочестия, видя, что у них по благодати Божией великое изобилие. Они не заключили в своем городе этого великого дара Божия, но распространили по всей земле свои благие сокровища, показывая свое братолюбие, прославляя общего всех владыку, возвышая свой город перед всеми и представляя его митрополией всей Вселенной. В самом деле, если пустые маловажные случаи и услуги, полезные нам только в настоящей жизни, могут доставить многим городам такую честь, то они тем ли более всего справедливо, чтобы достигнуть этого преимущества перед всеми тот город, который наделил других чем-либо из этого временного и тленного, но мужами, доставляющими и по смерти великую безопасность, ставшим их уделом городов. Подлинно тела этих святых ограждает у нас город тверже всякой адамантовой и несокрушимой стены и подобно высоким скалам, расположенным со всех сторон, не только отражает нападение этих чувственных и видимых врагов, но и козни невидимых бесов. И все коварство дьявола не спровергает и разрушает с такой легкостью, с какой сильный муж не спровергает и бросает вниз игрушки детей. Остальные употребляемые людьми средства, как то стены, стены, рвы, оружие, войско, и все, что придумывается для безопасности жителей, врагам возможно отбить при помощи других, больших и сильнейших средств, находящихся у них. Но когда город ограждается телами святых, тогда враги хотя бы истощили бесчисленные богатства и в состоянии будут противопоставить имеющим эти тела городам. Никакого подобного орудия не только против козни людей и против коварства бесов. Полезно нам это сокровище, возлюбленное. Но если бы прогневался на нас и общий наш владыка за множество грехов, то предложив защиту себя эти тела, мы скоро сможем преклонить его на милость городу. Если совершившие великие подвиги при праотсах наших, предлагая в защиту имена святых мужей, прибегая к наименованию Авраама, Исаака и Якова, получали некоторое утешение, от воспоминания этих имен получали великую пользу, то много более мы, предлагая в защиту не имена только, но и самые тела подвязавшиеся, в состоянии будем преклонить Бога на милость, исхождение и благоволение. А что слова наше «нехвастовство» знают многие из здешних жителей, из пришельцев, из других мест. Они знают, какова сила этих святых, и подтвердят сказанное, изведав на собственном опыте дерзновение их перед Богом и весьма справедливо, потому что они никак случилось, боролись за истину. Но так мужественно и сильно противостояли стремительному и невыносимому насилию дьявола, как будто боролись в каменных и железных, а не в тленных и смертных телах, как будто уже приставлены были к бесстрастному и бессмертному естеству, неподверженному горьким и прискорным бедствиям телесным. Палачи, подобно каким-то диким, лютым и свирепым зверям, окружив со всех сторон тела мучеников, прокапывали ребра, терзали плоть, отрывали и обнажали кости, и ничто не останавливает их в жестокости и бесчеловечии. Но и коснувшись хребта и внутренности и проникнув до самых внутреннейших частей, они не доискались до того, чтобы отнять скрытое в них сокровище веры. И испытали то же, как если бы какие-нибудь враги осадили царственный город, наполненный великим богатством и содержащий достаточное сокровище, разрушив его стены и поступив к самым казнохранилищам, выломали дверь и уничтожили запоры, раскопали пол и, переискав, все не смогли ограбить и унести богатство его. Таковы сокровища души. Они не предаются при страданиях телесных, когда душа твердо хранит их, но хотя бы кто растерзал самую грусть и, схватив сердце, разрывал понемногу, и тогда она не выдаст сокровища однажды вверенного ей верою. Это дело всеустрояющей благодати Божией, которое может и в слабых телах совершать дивное. Но вот что еще удивительное, столь много неистов встовшие не только не похитили ничего из скрывавшихся у мучеников сокровищ, но и побудили мучеников хранить их с большей твердостью и сделали самих их более славными и богатыми. Не душа уже только, но и самое тело их стало причастным к большей благодати и не только не потеряло после частых терзаний и рассечений той крепости, которую имело, но и приобрело большую и высшую. Что может быть удивительной этой победой, когда враги не смогли победить тех, которые держали и имели в своих руках и связавши терзали по своей воле, а напротив сами жалким и несчастным образом были побеждены ими. Они воевали не против них, но против обитающего в них бога. А всякому известно, что воюющим и с богом вполне необходимо потерпеть крайнее поражение, неся наказание за одно лишь начинание. 743. Таковы победы святых. Если же столь удивительны и необычайны их состязания и подвиги, то что сказать о наградах и венцах, уготованных им за их терпение? Они стояли не до этих только мучений и не здесь прекращали свое течение, но поприще их простиралось еще далее. Лукавый бес ожидал, что он свалит подвижников увеличением мучений, а человека любивый бог попускал и не препятствовал, чтобы и неистовство неверующих показать всем более очевидно, и для подвижников сплести свеклейшие и многочисленнейшие венцы. И как было с Иовом, что лукавый бес просил у бога больших мучений против него, надеясь увеличением бедствий, преодолеть доблестного подвижника благочестия, а бог попускал и соизволял на эти лукавые просьбы, делая подвижника своего еще более славным. Так точно было и здесь. После того, как бес свирепий и всякого зверя растерзал тело их со всех сторон и обогрел язык и уста свои, если не крови святых, то бесчеловечными и жестокими своими приговорами, он отошел побежденный их терпением, достаточно насытившись и присытившись этим бесчеловечным пиршеством. Смотри, каково было терпение святых, которые своими страданиями насытили такую ярость. Но он опять напал с неистостом, возбудив борьбу и стараясь иной жестокостью превзойти сверх зверей. Звери по природному увлечению устремляются на такое пиршество, а насытившись удаляются и потом хотя бы увидели тысячу тел, ни к одному из них не прикасаются. А этот и устремлялся на такую пищу по лукавству воли и насытившись плоти их сплетает другие против них козни, предав святых продолжительнейшей и тягчайшей смерти. Он приказал им постоянно работать в рудниках. О, безумие! Получив столь ясное доказательство их мужества и терпения, он этим способом надеялся преодолеть их. И так поселились со зверями святые сожители ангелов, граждане небесные, уже вписанные в Высшний Иерусалим. В городах каждый день дерзко исполнялись эти беззаконные и жестокие повеления, а пустыня была свободна от этой бесчеловечной повинности. В судилища были исполнены нечестивых действий и преступных распоряжений, а пустыни имели гражданами праведнейших из всех людей, сделавшихся из людей ангелами, и пустыня состязалась с небом в добродетели обитавших в ней граждан. Мучение по свойству было самое жестокое, но по душевному расположению подвижников оно сделалось нетрудным, легким и удобным. Им тогда казалось, что они видят во много раз больший свет, о котором сказано у пророка, что луна будет как солнце, свет же солнца будет светлее всемиро. Исаия 30, 26. Этим светом, казалось, им они уже пользуются, так как нет, нет ничего светлее души, которая удостоилась потерпеть за Христа что-либо кажущееся для нас страшным и невыносимым. Они думали, что уже переселились на небо и ликуются ангелами. И нужно было больше было им неба и ангела, когда владыка ангелов Иисус был с ними в пустыне, где двое или трое собраны во имя мое там и я посреди их. То много боли он был посреди них, как не только собранных тогда во имя, но и непрестанно мучимых за имя его. Вы знаете, хорошо знаете, что нет другого наказания, жестокого боли этого, и что осуждаемые на это наказание предпочли бы перенести тысячи других смертей, нежели терпеть тамошние мучения. Осуждены были в руднике и должны были выкапывать меч, те, которые были сами часто драгоценнее золота, и состояли из невещественного золота, выкапываемого не руками осужденных, но найденного ревностью верных мужей. Работали в рудниках те, которые были исполнены несметных сокровищ. Они видели нечто и прискорбнее такой жизни. Исполнение на самих себе тех повествований о великих мужах, которые Павел излагает, говоря о святых евреям 11.37.38. Были побиваемы камнями перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьях кожах, терпя недоставки скорби озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. То же было и при нашем поколении. Итак, возлюбленные, зная, что и ныне, и в древности от начала рода человеческого все друзья Божии наследовали жизнь печальную, трудную и исполненную бесчисленных бедствий. Не будем и мы стремиться к жизни изнеженной, рассеянной и исполненной наслаждения, но жизни прискорбной, трудной и исполненной скорбей и несчастий. Как борец не может посредством сна, лености, наслаждения достигнуть венцов, ни воин трофеев, ни кормки пристани, ни земледелец полного гумна, так и верующий не может получить обетованных благ, проводя свою жизнь в беспечности. И не безрассудно ли было бы во всех житейских делах полагать труды прежде удовольствия и опасности, прежде безопасности? И при том, когда от этих трудов ожидается небольшое и маловажное, а когда предстоит небо, почести ангельские, жизнь бесконечная, пребывание с ангелами и блага, которых невозможно ни представить умом, ни выразить словами, надеяться на получение их посредством беспечности, праздности и растеянности душевной, не удостаивая их даже одинаковой с благами житейскими заботливости? Нету вестиваю. Не будем так худо заботиться о себе и о своем спасении, но взирая на этих святых, доблестных и терпеливых подвижников, которые даны нам вместо святил, станем сообразовать свою жизнь с их мужеством и терпением, чтобы по переселении отсюда молитвами их могли мы увидеть их и приветствовать и быть помещенными в небесные их обители, чего досподобимся всем и благодатью и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу и Святому Духу слава во веки веков Аминь.